А что если тебе, и вот именно тебе, вот тебе сука, вот тебе, глубоко наплевать на все эти музыкальные настройки, временные задержки, по каналу, вообще, дайте мне андроид, андроид мне дайте. YouTube, я хочу смотреть YouTube за рулем, ехать по навигации, смотреть видео в МКВ и прочих форматах за небольшие деньги. И сегодня именно для тебя, мой дорогой друг, у нас обзор магнитолы Incar 7080. Встречаем! Ну, Владимир, расскажите, что это за магнитола? Что же это? Это формат 2.1 в укороченном варианте. По сути, это та же самая модель, что из 7180, только короткая. Я знаю, что их сейчас появилось очень много, всяких разных, разнообразных. В чем у этой конкурентное преимущество? Какое? Ключевой момент у конкретного этой магнитола, это то, что здесь более улучшенный дисплей, в отличие от конкурентов. Какие разрешения в этом дисплее? 1024 на 600. Нихера себе! Да, между прочим. По процессору здесь стоит Mediatek 8127 с тактовой частотой 1,3 ГГц, здесь он четырехъядерный, с одним гигабайтом оперативной памяти. Ничего себе! Да, что на мой взгляд, на самом деле, немножко маловато, потому что сейчас уже все больше и больше появляется магнитол с двумя гигабайтами оперативной памяти. И телефонов с шестью. Ну, телефонов с шестью, да, но, как мы все прекрасно знаем, и в этом числе, что автомобильные, на самом деле, андроидового магнитола, они отстают от телефонов. Лет на пять? Ну, да не на пять, ну, года на два точно. Но не суть. У магнитола имеется два USB, вход под внешний микрофон, также есть микрофон встроенный в панель. Два микрофона, значит. Служит он, получается, насколько я знаю, встроенный сюда, он может служить для голосовых подсказок и прочей фигни. Давай придумаем что-нибудь. Здесь находятся два микрофона, один из которых для системы громкой связи, а второй для системы шумоподавления, которая срабатывает именно в тот момент, когда у тебя идет входящий звонок. И в данной магнитоле срабатывают сразу два микрофона, которые работают одновременно. Что, собственно говоря, в свою очередь, очень положительно влияет на качество звука при разговоре по громкой связи. И нечесть ты... Из воспроизводимых форматов данная магнитола мультиформатная, то есть воспроизводит все аудиоформаты, в том числе и флаг. По видео здесь также есть воспроизведение МКВ, МПК-4, да прочего-прочего. Что не воспроизводит, меняем плеер и уже будет воспроизводить. По процессору и по оперативной памяти хватает, чтобы воспроизводить видео вплоть до Full HD. В данном магнитоле реализована функция входа для двух камер. Одна камера заднего вида, вторая, соответственно, камера переднего вида. И обе камеры активируются с отдельных проводов активации. То есть отдельно можете активировать переднюю камеру, отдельно заднюю. А теперь давайте перейдем к комплектации. Про комплектацию расскажет Юра. Всем привет. Я расскажу, что входит в комплектацию данной магнитолы. Значит, в комплектации мы получаем выносной микрофон, выносной GPS-приемник обычный, колокольчики линейного выхода, передний левый, передний правый, задний левый, задний правый, сабвуфер. Также есть колокольчики на AV-вход. AV-вход это видео-вход и стерео-вход для звука. Также вход по две камеры. Одна задняя камера, одна передняя, и обе с проводами активации. Есть у нас еще такой разъемчик по две флешки. И под выносной микрофончик для Bluetooth. А также установочный комплект для установки этой магнитолы штатное посадочное место. Перейдем к меню. Здесь у нас виджеты радио, Bluetooth, Bluetooth музыка, просто музыка, видео и навигация. Иконки здесь настраиваемые, навигация настраивается, какая есть по умолчанию, выставляется через настройки. На борту у нас есть лицензионный Navitel. Радио. Радио уже классическое. Отклик у магнитолы достаточно приятный. Задержки минимальные. Работать удобно. Самое главное, что больше всего понравилось, это, конечно же, экран. У магнитолы встроенный Wi-Fi. Антенна Wi-Fi встроенная. Bluetooth. По Bluetooth у нас, соответственно, телефонная книжка. Все это нормально работает. Единственный нюанс это то, что, конечно же, заявляет на производителей, то, что можно работать с диагностикой. Есть такой нюанс, что в плане, что, допустим, подключить ELM, здесь нету поиска устройств. Здесь есть только подключение к нему. А ELM, как вы сами понимаете, это просто подключается в разъем, и все, она ждет подключения к себе. Либо используется Wi-Fi ELM. Контакты, набор номера, принятые, набранные, пропущенные. Bluetooth аудио. Здесь у нас четыре кнопочки. Две из них вперед-назад. Плей-пауза и настройка. Далее. Музыка. Музыка воспроизводится как с USB, так и с карты памяти, которая здесь, на самом деле, под панелью находится. Она также используется для навигации. Данная магнитола 16 гигабайт встроенной памяти, плюс карта памяти на 8 гигабайт в комплекте. Данная карточка идет в комплекте для того, чтобы можно было не засорять, допустим, внутреннюю память навигации. Ее навигации по умолчанию установлены на карте памяти. Опять же, это можно использовать для обновления, то есть вытащить ее из лечи из устройства, отнести домой, обновить, поставить и с удовольствием наслаждаться дальше навигацией уже с новыми картами. Во вкладке музыка у нас установлен вот такого вида плеер. Если у вас есть альбомы, они будут здесь отображаться, как у нас здесь, в данном виде. Все у нас достаточно наглядно, удобно пользоваться с положением водителя. Все так же будет переключаться непосредственно не только с сенсорного экрана, но и с кнопок норлееса они у вас присутствуют и подключены. Видео. Переходим в видео. Видео формат АВ-шки легко воспроизводится. Есть некоторый МКВ-формат, который тяжелый, конечно, для него. Проигрывается он с небольшим затупом, если я вам продемонстрирую. Тот в таком формате. Но это реально тяжелый видеоформат и не все магнитолы на данный момент его воспроизводят корректно. А так в дальнейшем МПГ-4, АВИ, МКВ в формате разрешения 124-600, Full HD воспроизводится все отлично. Без тормозов, потопов. Замечательно. В меню приложения у нас есть вкладка фото, Bluetooth, Bluetooth музыка, видео дублируется с главного меню. Есть калькулятор, очень важная вещь, радио, музыка, эквалайзер, АВ-вход и проводник. Перейдем к музыкальным настройкам. Здесь они, конечно же, никакие. Просто никакие. Из регулировок нам доступна регулировка низких, высоких, но что на самом деле неплохо, это то, что есть хотя бы регулировка сабвуфера. У некоторых магнитол нету этого. Есть предустановлен пользовательский эквалайзер, джаз, поп, рок, новости и город. Город я вообще не знаю, как может быть такой. Что это вообще такое? Город. Город это плюс 5, а плюс низких 4. Понял? А новости это минус 2, минус 2. Рок. Рок просто вообще не парится и плюс 6, плюс 6. Здесь у нас регулировка баланса. Передняя, задняя, левая, правая. Все. Вот и все. Есть еще усиление от Bass Boost, которое крайне не рекомендуется. И сброс на пользовательские настройки. Еще из предустановленных стандартного это, соответственно, Play Market, Google Chrome, папка загрузки, карты, это гуглские. Помимо них, соответственно, у нас уже допом стоит на Vitell. Все. Подведем итог, Владим. По итогу получаем за 15690 рублей вполне неплохую магнитолу с хорошим экраном, с никакой звуком, но с хорошим функционалом. Помимо функционала получаем вход под две камеры, выносной микрофон. То есть, в принципе, на самом деле, магнитола очень даже неплохая, если вам нужен больше упор на мультимедиу. В данном головного устройства из плюсов уже стоит седьмой Android. На этом мы завершаем наш обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем огромнейшие удачи и пока-пока.